Мир вам, дорогая церковь, Живой поток! Я приветствую всех, кто смотрит нас онлайн и всех, кто сегодня умышленно уделяет внимание тому, чтобы смотреть это служение и слушать Слово Божье. Друзья, для тех, кто будет смотреть это служение, эту проповедь в записи через 20 лет, то я хочу вам напомнить или ввести в курс дела, что мы сейчас проходим особое время, живя здесь в Америке. Многие церковные здания, они закрыты, рестораны закрыты, многие бизнеса закрываются, многие заведения закрыты, люди ждут, люди в неизвестности, многие в панике. И поэтому сегодня мы проходим через эту эпидемию, которая называется вирус, корона. И, друзья, мы, как христиане, мы не унываем. И тема моей проповеди сегодня называется «Как пережить трудные времена». Я хотел бы извлекать именно самое полезное и позитивное даже во времена трудностей, даже во времена кризиса. И одну вещь, которую я заметил, полезную, которую я вижу, позитивную во время этого кризиса, это то, что люди сегодня слушают Слово Божье внимательно. Люди сегодня относятся немножко по-другому к тому, что они слышат, особенно из Писания. И в этом уже есть хороший плюс. Друзья, я помню, когда-то мой отец, он мне говорил, «Богдан, будут времена тяжелые, и тебе будет труднее». Я слушал его молча. Я не знал, как это представить. Но сейчас я вспоминаю эти слова, и я думаю, он был прав. Сегодня мы вроде бы в кризисе, на самом деле мы только у порога. Друзья, хоть и тема называется «Как пережить трудные времена», но я должен сказать, что трудные времена еще не настали. Они еще грядут. Мы только всего лишь у порога. И нам стоит просто задуматься над вопросом, как же более эффективно подготовиться, и как правильно пройти и пережить эти времена. Несмотря на то, что сейчас происходит в стране, мы видим, что это всего лишь начало, потому что это эпидемия, которая связана с вирусом. Это всего лишь одна волна, а за ней, возможно, последует следующая волна. Это, я думаю, многим из вас известно, что сегодня многие потеряли работу. Процент безработицы, он растет. Многие бизнеса закрыты. Это значит, что многие люди остались или остаются на неопределенный срок без дохода. И этим самым это все накаляет ситуацию. Возможно, что в будущем это отразится на банки. Возможно, это отразится на то, что деньги обесценятся, и это станет просто бесценной бумажкой. И это все заставляет людей думать, настораживаться, запасаться. И мы задаемся с вами вопросом, как же готовиться людям, как пережить этот кризис и это трудное время. И первый пункт нашей проповеди, мы поговорим с вами о подготовке. Как подготовиться, переживая эти трудные времена. В прошлое воскресенье мы с вами читали из Луки 21 главы о признаках последнего времени. И мы там читали с вами о том, что Христос предупреждал, что вы услышите о войнах, но не ужасайтесь. Услышите, что народ восстанет на народ. И дальше написано, будут большие землетрясения, будут глады, будут моры, будут ужасные явления и так далее. И вот как же нам правильно подготовиться к этому, верующим людям? Понятно, что землетрясения, это не в нашей власти, мы не сильно можем подготовиться. Эпидемии мы не сильно можем их контролировать. Но как вопрос насчет голода? В Библии написано, что это будет. И смотря на экономику, смотря на безработицу, смотря на то, что это сейчас происходит, уже мы этому свидетели, это актуально. Сегодня многие задаются этим вопросом. Как же правильно себя вести христианам в нынешнее время? Нужно ли нам запасаться? Нужно ли нам сушить сухари? Как же нам подготовиться к этому кризису? И здесь я хотел бы, чтобы мы с вами, как верующие люди, были очень мудры и рассуждали в свете Писания. Как правильно готовиться? Нужно ли готовиться? Так как Писание предупреждает, что трудные времена будут, и голод будет, как же нам отреагировать правильно, без паники? Давайте с вами прочитаем несколько мест Писания, что говорит об этом Библия. Первая, притча 27 глава, 12 стих написано. Благоразумный видит беду и укрывается. Значит, Библия говорит, что благоразумный, мудрый человек, он видит беду, которая идет, и он что-то предпринимает, он укрывается. Это одно местописание на тему, как готовиться людям к определенным трудностям и кризисам. Второе местописание, Матфея 26 глава, 25 стих написано. Христос сказал, «Посему не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что вам пить, и во что одеться». Очень ясно, очень конкретно. Не заботьтесь, не заботьтесь ни о чем, не заботьтесь о том, что вам есть и что вам пить. Конечно, это местописание не включает в себя беспечность или лень, или когда мы просто игнорируем. Библия выступает против лени. Здесь имеется в виду совершенно другое. Но здесь призыв идет к тому, чтобы мы доверяли Богу. Еще есть одно местописание, Луки 12 глава, где написано о одном человеке, который запасся продуктами, который хорошо все, так скажем, рассчитал, продумал, логично все. И написано, что он сказал так, Луки 12, с 18 стиха по 20 стих. «Скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселишь. Но Бог сказал, но Бог сказал, безумный, всю ночь душу твою возьмут, умрешь, и кому достанется все твои запасы и все твои приобретения». Вот несколько мест Писания, которые говорят нам, как же нам готовиться, как верующим. Что нужно нам делать, как нам запасаться, как нам готовиться к трудным временам, голоду и так далее. Еще пару мест из Библии, примеров. Иосиф, вы помните, он запасался. Он запасался, он хранил хлеб. Другой пример из Библии. Помните, израильский народ. Бог ему дал манную, манну. Но когда Израиль запасался, повеление было от Бога. Бог дал питание. Но когда человек запасался, то там заводились черви, и это все сгнивало и пропадало. Итак, мы снова задаемся вопросом. В свете всех мест Писания, примеров, которых я привел, как же правильно действовать сегодня христианину в эти трудные обстоятельства? Учитывая то, что, о чем предупреждает нас Библия. Стоит ли нам запасаться? Стоит ли нам как-то готовиться? В плане материальном, имеется в виду. В плане физическом. В плане запасов продуктовых и так далее. Ответ и да, и нет. Почему да? Во-первых, друзья, сегодня мы живем в такое время, когда люди сегодня, наверное, не знают, что такое кризис. Наверное, еще не пережили, особенно молодое поколение. Они не пробовали ни войны, не пережили ни голода. Мы привыкли жить к такой очень разбалованной жизнью, такой люксовой жизнью, такой расхлябанной жизнью, такой очень, где мы живем в свое удовольствие. И сегодня нам важно просто мудро сориентироваться в нынешней ситуации, не тратить деньги, избавляться от долгов. Я хотел бы, чтобы особенно молодые люди это услышали сегодня, чтобы не влазить в долги. Сегодня, я думаю, все уже поняли, что нет смысла понтоваться, иметь красивые, крутые машины или же дома крутые, ремонты крутые. Все поняли, что будет время, когда оно придет, никто не знает, когда люди будут уже переживать о другом, как выжить в этих ситуациях, как просто выжить. Не будет разницы, на какой машине ты ездишь, в каком доме, ремонте ты живешь и так далее. Вот почему нам важно сориентироваться и быть просто мудрыми и мудро действовать. Нам важно также основываться на опыте наших родителей, наших прародителей, которые пережили трудные времена гонений, которые пережили в Советском Союзе, когда был все большой-большой дефицит. И людям нужно просто перестроиться и мудро расходовать все, и мудро планировать жить. И да, возможно, можно закупиться, ну на неделю можно закупиться, ну на месяц можно закупиться, ну на три месяца можно, возможно, запастись продуктами. Ну а как насчет на год, на два? Какие сроки? Сколько килограмм? Сколько паундов? Сколько тысяч паундов? Сколько комнат нужно заложить продуктами, чтобы приготовиться к трудным временам? Как я сказал, друзья, мудро нам можно запастись на какой-то определенный период, на месяц, на два, но нам нужно понимать, понимать, друзья, что если даже мы сделаем все возможное по своим человеческим расходам, если мы вроде бы логически все продумали и все просчитали, то мы должны понимать, что если ты даже запасся и ты христианин, то в тебе должно возникать чувство, что тебе нужно будет потом поделиться со всеми. Ну по крайней мере с верующими, по крайней мере с ближними, твоими, родными. А это значит тебе уже твоих запасов нужно их делить на много-много частей, а это значит, что уже нужно запасаться, чтобы хватило на весь мир, а на весь мир ты не запасешься. Дальше, друзья, если даже ты запашься и вроде бы все просчитал и съездил, и все вроде бы спрятал и засушил, и законсервировал, и накупил консерв, друзья, а что если любой из нас заболеет и умрет? Кому нужны все эти запасы? А что, друзья, если ты запашься и придет землетрясение, о которых написано, что это будет? И весь твой дом накроется. Кому нужны все эти запасы? И снова мы приходим, друзья, к выводу, что не все в наших руках. А что, если ты запасся, запрятался, все вроде бы просчитал, а там заведутся просто черви? Это же все в Божьих руках. Землетрясение, ты никуда от этого не спрячешься, никуда не укроешься. И мы, друзья, приходим с вами к выводу, что да, можно с одной стороны где-то быть осторожным, и нужно быть осторожным, нужно быть мудрым, нужно что-то планировать, нужно где-то что-то запасаться, но не нужно падать в крайности, друзья. Не нужно падать в крайности. Это беда, когда человек полагает всю надежду на себя, на то, что он продумал, на то, что он закупился, на то, что он засушил, на то, что он законсервировал, и вся надежда на человека, это беда, друзья. Мы должны двигаться другим откровением. Наша надежда на Бога, вот это главный вывод, наша надежда и упование должно быть на Бога, потому что жизнь не в твоей власти, здоровье не в твоей власти, поэтому, друзья, нужно это очень четко помнить и другим, друзья, напоминать. И нам важно знать, что когда даже Иосиф запасался, то там было одно очень-очень-очень важное условие, там было откровение от Бога, и там были сроки, там было откровение от Бога, то есть внутреннее водительство и откровение от Бога, не откровение через новости, не паника от людей, не потому что мужик какой-то сказал, что нужно это делать, но внутреннее водительство от Бога, и были конкретные сроки. Вот это нужно учитывать. Но самое главное, друзья, нам важно обратить внимание, как призывает нас Библия готовиться к этим трудным временам. Несмотря на экономику, экономика будет меняться, кризисы будут приходить и уходить. И да, возможно, многие сегодня предвещают экономический кризис, и люди пытаются готовиться, но я хочу вам обратить ваше внимание на то, к чему призывает готовиться Библия. Луки, 21 глава, 36 стих. Очень внимательно стоит прочитать каждому, каждой семье, друзья. В этой главе, 21 глава Луки, перечисляются все, что будет, все признаки последнего времени. Но дальше там написано. Итак, вот как нужно готовиться. Бодрствуйте на всякое время и молитесь, дабы, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. Итак, призыв Писания. Бодрствуйте и молитесь. Вот это основная подготовка. Вот это основная задача верующих людей. Бодрствуйте и молитесь. Будьте готовы и молитва. Молитва, молитва, как никогда, молитва. Молитва всегда была ценна для верующих людей, но в сезоны трудностей, в сезоны кризиса, в момент подготовки нужно вот этот момент не упустить. Вот почему сегодня в нашей церкви, в наши дома мы призываем молитву. Мы хотим ее насаждать каждый день. Молитву, 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 чтобы она звучала, когда ты едешь, когда ты идешь, чтобы твой дух, он молился, чтобы он всегда молился. Это не значит, что ты обязательно становишься на колени, но ты внутри всегда пребываешь в этом особом благоговении и в этом состоянии. Друзья, я знаю, что материально многие люди готовятся. Я уверен, что материально многие люди закупились на две недели, на месяц, некоторые даже на несколько лет закупились материально. У меня к вам вопрос. Очень честный, будьте честны. Соответствует ли ваша материальная подготовка духовной подготовке? Сколько вы потратили денег, сколько вы потратили времени для того, чтобы закупиться, приготовиться, собраться, и это неплохо. Но сколько вы в эквивалентном соотношении сделали в духовном плане? Что изменилось в вашей жизни? Что изменилось в духовной твоей личной жизни и в духовной жизни твоей семьи? Я знаю, что в период кризиса, когда идет подготовка, люди начинают что-то делать очень необычное. То, что они раньше не делали. То есть они что-то делают, то, что не входило в рутину раньше. Например, даже запасы продуктовые. Это что-то необычное. Вопрос, как насчет духовной жизни. Что в духовной жизни у людей изменилось? Что человек принял решение, сказал, хотя бы в своем доме, сказал и заявил, что я на основании вот этих всех ситуаций, на основании Слова Божьего, я принимаю решение, и я буду жить по-другому. Итак, друзья, нам важно понимать, что нам не надо бояться кризисов экономических, как самый большой кризис, которого нам нужно бояться, это духовный кризис. Пусть сегодня услышат это все. Самый страшный кризис – это духовный кризис. Мы с вами читали, в прошлое воскресенье, написано есть в Писании, что наступят времена тяжкие. Второе Тимофея, третья глава. Второе Тимофея, третья глава. Там написано, что будут тяжкие времена. По-английски написано «horrible times» – ужасные времена. И дальше там перечисляется, что люди будут очень плохие. Поэтому нам важно понимать, что кризис страшный в том, какие люди. Это состояние людей. Вот это то, что нужно менять и готовить. А все остальное, друзья, это в Божьих руках. Помните, что написано в Библии, что праведник, он не будет оставлен. Написано в Псалмах, что я состарился и не видел праведника, прощащим хлеба. Вот это, друзья, нам важно помнить. И нам важно помнить, что мы зависим от Бога. Все в Божьей руке. Нам главное доверять Богу. И главное не перегнуть палку, что мы больше доверяем себе, чем Богу. А в остальном будьте мудры. Спрашивайте советов у старших людей. Спрашивайте советов. Я помню, когда-то рассказывали историю, как был голод в бывшем Советском Союзе. И родители делились свидетельством, как было тяжело, как не было чего кушать. И кто-то из наших детей здесь в Америке, среди молодых, сказал, а вы что, не могли пиццу заказать? В чем проблема? Вот именно в этом и есть проблема, что наше молодое поколение, оно не знает, как переживать и проходить трудности. Нам нужно быть готовым на всех уровнях. На всех уровнях. Поэтому, друзья, будьте готовы. Будьте готовы. Будьте готовы. Готовьтесь физически, но самое главное духовно. Самое главное готовьтесь духовно. Второй пункт нашей проповеди сегодня – это запасайся миром. Запасайся покоем, внутренним покоем. Вот как можно пережить этот кризис или трудности. Покой или мир, противоположное покою и миру – это переживания, постоянные переживания, хронические переживания. Это стресс, это негативный дух, это ропот, это все, что противоположное миру и покою. Хочется задать вопрос, почему, как вы думаете, во время разные, во время трудностей одни люди переживают спокойно и мирно, а другие люди, они постоянно волнуются и не могут не переживать. У вас, возможно, есть ответ, но это зависит от характера. Это, возможно, зависит от темпераментного человека. Кто-то более эмоциональный, кто-то менее эмоциональный. Вот поэтому одни переживают, а другие не переживают. Но я хочу, друзья, вам предложить ответ из Библии. Как написано в Библии? Почему одни люди переживают, а другие нет? Почему одни боятся, другие не боятся? Они спокойны. Но нам важно запасаться сегодня этим миром, потому что он очень нужен будет в период кризиса. Вот что написано в Писании. 1 Иоанна 4 глава 18 стих. «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершен в любви». Очень интересное местописание. Говорится о страхе. Противоположное страху – это покой или мир. Страх – это значит паника, это значит переживание. И здесь написано, что у любви нету страха. Первый вопрос – о какой любви здесь идет речь? Здесь в контексте, если мы посмотрим внимательно, идет речь о любви, взаимоотношения Бога и человека. Любви Божьей к человеку и любовь человека к Богу. Вот это именно любовь, вот эти взаимоотношения – это ключевое слово здесь, друзья. Оно здесь не прописано, но оно ключевое, оно главное. Это то, что открывает и дает развязку, понимание всему этому местописания. Это взаимоотношения с Богом, потому что у любви нет страха, то есть нету людей, которые имеют эту любовь, имеют эту связь, имеют отношения с живым Богом, у них нету страха, потому что в страхе есть мучение, в переживании есть мучение. Друзья, некоторые уже измучились от переживаний, от переживаний. Потеряли работу – переживаем, дохода нету – переживаем. Дети или кто-то заболел – мы переживаем, мы переживаем, мы переживаем из-за того, что мы переживаем. Мы уже просто замучились переживать и не можем перестать переживать, и переживаем за то, что мы не можем перестать переживать. Настолько это подавляет, это создает атмосферу очень токсичную, очень ядовитую, очень трудную. Трудно жить вот в этом карантине, когда полностью человек подавлен, раздавлен переживаниями. И вот здесь об этом написано в Писании, что в этом есть мучение. В страхе, в переживаниях написано есть мучение. Но боящийся несовершен в любви. И здесь, друзья, мы с вами должны увидеть очень важную вещь. В английском переводе Amplified Translation там написано вот какое объяснение. Оно нам помогает увидеть эту картину с другой стороны. Написано, что complete full-grown love drives out fear. И дальше написано Perfect in love has not grown into a sufficient understanding of God's love. То есть люди, которые духовно незрелые, люди, которые не полностью поняли или развили свои отношения с Богом, они не полностью поняли заботу или Божью любовь, они не созрели, не в полноте это понимают. Вот эти люди, они вводимы переживаниями и страхом. Вот почему сегодня практически метод, как можно избавиться от паники, от переживаний и от страха, это развивать отношения с Богом. Отношения с Богом. Отношения не просто религиозные. Отношения не просто традиции или привычки. Но отношения, которые здесь написаны, отношения любви. И у этой любви нету страха. У этой любви с Богом, отношений с Богом нету переживаний. Это значит, что если у нас нет любви к Богу, значит нет отношений с Богом, как с Отцом. А значит и нет уверенности в Божьей защите. И нету доверия к Нему. Вот почему нам сегодня, друзья, важно осознать, что зрелый духовный человек, он всегда будет спокоен. Духовно зрелый человек, он всегда будет спокоен. Но тот, кто не имеет отношений с Богом, он всегда будет беспокоен. Он всегда будет в тревоге. Он всегда будет мучиться. И вокруг него будут страдать люди. Люди, включая детей, будут страдать. Потому что в этом есть мучение. Накаляется ситуация, атмосфера вся вокруг. Она стоит настолько напряженная, раздраженная, что от этого страдают все. Вот почему важно сегодня запасаться миром. Запасаться – это значит строить отношения с живым Богом. Как это на практике можно сделать? Например, в Писании есть написано, Псалом 118 «Велик мир, у любящих закон твой». Велик мир, у любящих закон твой. То есть люди, которые уважают Писание, читают Писание, любят Слово Божие, ставят это в приоритет. У этих людей, у них есть мир. У них есть покой. Но кто больше предпочитает что-то другое, то у этих людей у них нету покой, и мир им только снится. Вот почему нам важно, друзья, знать и помнить, что нам Библия сейчас, как никогда, актуальна. Читайте Библию, читайте Библию, полюбите Библию, пытайтесь ее понять, эту Библию, пытайтесь молиться, Господи, открой мне это Писание. Пусть это будут не просто истории, но пусть это будет живым Словом именно для меня, конкретно в наше время сейчас. Еще один пример, как иметь мир Божий. Филипписам 4 глава 6 стих. Написано, не заботьтесь ни о чем. Снова призыв, не заботьтесь, не переживайте. Но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И дальше написано, и мир Божий, снова покой и мир, который сегодня так ценен, так сегодня ценно мир и покой. И мир Божий, который превыше логики и ума, он соблюдет, то есть сохранит сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Вот еще на практике, как можно не переживать. Вы скажете, ну как это не переживать? Оно само по себе переживается, переживается. Вот я не могу перестать не переживать. Библия дает очень step-by-step process. Очень практически Библия объясняет. Здесь написано, не заботьтесь ни о чем, но. Не просто не переживайте, так у вас не получится. Написано, не переживайте, но. И первый шаг. Всегда в молитве. Всегда в молитве. Помните, бодрствуйте и молитесь. И здесь всегда в молитве. Всегда в молитве. У многих молитва, она далеко не всегда. Она вообще не всегда. А если честно, она вообще редко. А здесь написано, всегда в молитве. Не переживайте, но. Всегда в молитве. Первый шаг – это постоянство. Это личная молитва. Это девощин. Это постоянно. Это утром или вечером. Но это всегда в твоей жизни есть. А если его нету, ты можешь сейчас закрыть глаза и сказать, Господи, прости меня. Я просто истлеваю в своих переживаниях. Но, Господи, у меня нет этого времени ни утром, ни вечером, когда я всегда в молитве. Я всегда в молитве. Дальше написано там, открывайте свои прошения. С благодарением. Второй практический шаг – это благодарность. Если у человека не будет благодарности, будет ропот. Если не будет благодарности, будет депрессия. Если не будет благодарности, будет негативный дух. Если не будет благодарности, не будет радости. Если не будет благодарности, будет страх, будет паника, будет переживание. Вот почему здесь написано очень практично. Не переживайте, не заботьтесь, но всегда в молитве и обязательно благодарность. Обязательно благодарность Обязательно благодарите Бога И об этом написано также Что в последние времена будут Времена тяжкие, ужасные Люди будут неблагодарны Сегодня есть тысячи причин Почему не быть благодарным Изменились ситуации Разные ситуации Непредвиденные ситуации Неизвестность Все кажется Нас вытолкнули из зоны комфорта И сегодня люди неблагодарны Это нас тянет ко дну, друзья Вот почему я призываю Запасайтесь миром Как запасаться миром? Строите отношения Отношения У любви нету страха Отношения с Богом У кого они есть Там нету страха Там нету переживаний А все остальные, кто ходит в церковь Кто просто ходит в церковь Кто Бога знает вроде бы И Библии не против Это все люди, которые не имеют Отношений с Богом Я вам приведу примеры Из практической жизни Я думаю, что вы помните Эти имена в нашей церкви Они очень вам знакомы Мой отец Виталий Бондаренко Неля Ченкова Я думаю, вы помните эту маму Владимир Дуденков Как вы думаете Во времена кризиса Если бы они жили сейчас Даже когда смерть смотрела им в глаза Во времена их болезни Если бы они жили в наше время Как вы думаете Они бы боялись? Они бы переживали? Они бы мучились от того Что они переживают? Или страдали бы? Я думаю, что вы знаете Что ответ, конечно, нет Вопрос, почему? Потому что у этих людей Были отношения с живым Богом Они были личные Это были живые отношения Вот почему сегодня люди Которые имеют живые отношения с Богом Они непоколебимы Они не боятся Они не переживают А все остальные номинальные верующие Кто годами ходит в церковь Некоторые просто увядают Загибаются от переживаний Друзья, ответ один Нету отношений с живым Богом Нету отношений с живым Богом У кого они есть Они спокойны Здесь не характер Ни эмоции Ни чувства Но отношения с живым Богом И кто имеет это слово в своем сердце Написано Велик мир У любящих закон его Кто любит это слово У них на сердцах есть мир, друзья Поэтому помните Дальше написано, что Мир Божий соблюдет сердца Мир Божий, он сохранит разумы Сохранит мысли Если мы будем так жить Если мы будем так действовать Поэтому, друзья Я вам этой жизни советую Запасайтесь миром Слово Божье приносит мир Молитва, постоянство Всегда в молитве приносит мир Отношения с живым Богом Это то, что приносит мир Помните Всегда в молитве И с благодарением И дальше И мир Божий Придет в сердца наши И третье, друзья Что хотелось бы сказать Что нужно делать Во время кризиса Или как пережить трудное время Значит, первое Мы с вами поговорили уже О подготовке Как важно готовиться духовно Второе Мы с вами поговорили Как важно запастись миром Потому что эти запасы мира Они пригодятся Не только нам А и тем, которые вокруг нас Потому что без мира Очень тяжело Проходить любой кризис Мир и покой И третье, друзья Во время кризиса Что нам нужно делать Как его пережить Это нам нужно петь Обязательно петь Обязательно петь в духе Читаю вам, друзья Иова 35 глава 10 стих Но никто не говорит Где Бог Творец мой Который дает песни В ночи Никто не говорит Где Бог Творец мой Который дает песни В ночи Друзья Песни Которые дает Бог Когда? Ночью Книга Иова Как вы знаете Не совсем радостная История Или приятная Но там говорится О пении ночью Когда все темно Когда мрак Когда страшно Трудно Мрак Темнота И там уже идет речь Не о музыкальном слухе Там уже идет Не о профессиональных Музыкантах речь Там идет Песня в духе Песню, которую дает Бог Которую человек Получает от Бога Проходя кризисы Проходя трудности Проходя разные сложности Здесь На земле Деяние 16 глава С 25 стиха Написано О двух людях Которые проходили Кризис И были На карантине Внимание Друзья Что делать Во время карантина Это сегодня Всем актуально Услышать Читаю Павел и Сила Они в тюрьме Написано Около полуночи Павел и Сила Молясь Воспевали Бога Где они были? Они были в тюрьме Дальше написано Узники же слушали их Их кто-то слушал Это пение привлекало внимание Дальше написано Вдруг Сделалось Великое землетрясение Кажется Все как будто Описано О последнем Времени Землетрясения Будут А люди Поют Так что Поколебалось Основание Темницы Открылись Все двери Узы Ослабели И дальше Написано И выведя Их вон Сказал им Страж Что мне Делать Чтобы спастись У этих верующих Людей Начали Спрашивать Вопросы И проповедовали Им слово Господне Ему И всем И бывшим В доме И они Приняли Господа И крестились Чем их ситуация Похожа С нашей ситуацией Друзья Сегодня У многих Карантин Аэропорты Закрыты Некоторые Бизнеса Закрыты Некоторые Города В Америке Закрыты И говорят Даже о том Что возможно И вся страна Будет закрыта Все пойдут На карантин Они друзья Их ситуация С нами Похожа Они тоже Были закрыты Им тоже Нельзя было Никуда выходить Они тоже Имели дело С неприятностью И они друзья Имели дело С неизвестностью Самое главное Большая Неизвестность И я хочу Чтобы услышали Все Это откровение Тот человек Который Способен Справляться С неизвестностью Это зрелые люди Люди Которые Способны Справляться С неизвестностью Это зрелые люди Это непоколебимые люди Потому что У них Их дух Поет У них Есть мир Они им Запаслись Вот почему Нам важно Этим миром Запасаться Поверьте Что друзья Когда Павел И Сила Начали петь Это было Очень необычно Очень Нестандартно Во-первых Время Написано Около полуночи Это было ночью Вы помните Мы с вами читали Где Бог Который дает мне Песни В ночи Вот где этот Бог Вот этот же Бог Который В Старом Завете Говорил Он и в Новом Завете Говорит И он и в наше время Говорит Этот же Бог Который дает Песни В ночи Во время стресса Мрака Кризиса Бог дает Песни В полуночь И интересно Что им люди Не закрывали рот И не говорили Закройте рот Мы спать хотим Наверное Их пение Оно было необычным Их поведение Было нестандартным Оно привлекало внимание Написано Узники Слушали Слушали Внимательно Сегодня Друзья Мы почти Как апостолы Как Павел И Сила Мы дома Нас закрыли Они поют песни А мы смотрим Новости Написано Они молясь Воспевали Заметьте Молясь Молясь Помните Луки 21 глава Как готовиться К кризису Как пережить Трудные времена Бодрствуйте И молитесь Бодрствуйте И молитесь Пусть это звучит Как эхо В каждом сознании В каждом сердце Сегодня Бодрствуйте И молитесь Дальше написано Они молясь Воспевали Как будто Они и молились И пели Одновременно Молясь Воспевали Они и пели И молились Но главное Что их дух Пел Друзья Их дух Пел Почему Сегодня Важно Во время Карантина Петь Друзья Вот пример Для нас Они еще Были побиты Нас еще Никто не бил Они были В ранах Мы еще Пока не Истекаем Кровью Там плохо Кормили А у нас Уже есть Запасики Правда Они были В хуже Ситуации Но смотрите Как дух Реагирует По другому Их дух Пел Друзья Вы помните Христиане Которых выводили На арены В Риме Что они делали Чем отличался Их дух Они пели Они пели Вот это Привлекало Внимание Людей Это удивляло Людей И сегодня Друзья Даже несмотря на то Что мы не можем общаться Социал дистанции Мы должны вроде бы Друг от друга Как-то держать дистанцию Нельзя даже никому Попроповедовать Друзья Сегодня время Благовествовать Как никогда Знаете Когда оно появится Эта возможность Несмотря на то Что все закрыты По домам Каждый человек Который помолится Молитвой И скажет Господь Пошли мне Навстречу человека Или звонок Который скажет Мне Спросит Меня Какой-то вопрос И я Дай мне шанс Господь Подари мне шанс Рассказать ему Об Иисусе Рассказать ему Что говорит Библия О коронавирусе Рассказать ему Что говорит Библия О последнем времени Боже Подари мне этот шанс Как вы думаете Друзья Бог ответит На эту молитву Бог ответит На такую молитву Но мы сложили крылышки И мы сидим И мы думаем Да Сегодня карантин Нельзя ничего делать Ничего нельзя делать Только новости Можно смотреть Даже некому проповедовать Нельзя никому Нет друзья Если вы помолитесь И скажете Боже Дай мне шанс Поверьте Поверьте Когда вы будете Прогуливаться С кем-то Пересекаться В магазине Кто-то вас Что-то спросит И вы ему Скажете о том Что Христос Градет скоро Что нужно готовиться Не только физически Закупаться продуктами Нужно готовиться Духовно Друзья И они проповедовали И их люди спрашивали Почему же узники Их спрашивали Потому что они увидели В них необыкновенное поведение Они увидели В них что-то Не такое Very unusual Они увидели Что они нестандартные люди Они по-другому Реагируют на все И у вас сегодня Друзья Будут спрашивать Если вы будете По-другому реагировать Но если вы будете Роптать Если мы будем Загибаться В наших переживаниях То поверьте Друзья Люди у нас Не будут спрашивать Наоборот Будут убегать От нас Потому что Трудно и так Тяжело все вокруг Но мы должны быть Люди веры И наш дух Должен петь Когда мы сегодня На карантине Берем примеры Из Библии Павел и Сила Были на карантине В тюрьме Но они пели Их дух пел Они пели И молились Вот что нужно делать Сегодня нам Христианам Друзья Я вас призываю Чтобы мы сегодня Все поняли Поняли то Что нам сегодня Как никогда Важно в нашем духе Петь Важно в нашем духе Петь друзья Мне было очень Трудно Вчера Я буквально Бурмотал Губами Но я так старался Петь Так старался Петь Сегодня утром Я проснулся И я уже пел Лучше Я уже пел Больше Друзья Эта песнь В духе Она исцеляет Потому что Это провозглашение Веры Это провозглашение Исповедания Нашей веры Написано Всегда в молитве С благодарением Вот почему нам важно Друзья Сегодня Петь Важно петь Важно петь Важно петь Есть на ютюбе Одна песня Которая Которая Может вас вдохновить Ее поет Один американский Певец Тад Смит Эта история Рассказывается Об одном узнике Который Во времена гонений Сидел в тюрьме Его звали Дмитрий Вы можете найти Эту песню На ютюбе Она называется Мой путь Не устелен Цветами Его били Над ним Издевались Он сидел в тюрьме За веру Но одно отличие было Он всегда любил Слово Божие Вот почему В нем был мир Запасайтесь миром Он писал Слово Божие На разных кусочках На бумажках На отрысках И он пел Он пел Он пел Он пел Он пел Вот это то Что удивляло всех И когда уже Власти поняли Что они не могут Его сломать Когда они уже поняли Что они не могут Сломать его веру Он уже всем Надоел Со своими песнями Со своим Богом И верою Они вывели его Из камеры Чтобы вести его Уже на казнь На расстрел И вот когда они Его вывели Не знаю каким образом Не знаю деталей Почему как-то Все узники поняли Что он идет Уже последний раз По этой тюрьме Его уже ведут Убивать Вдруг Вдруг неожиданно Для всех Все эти узники Даже наверное Те которые С него смеялись Все которые Зэки Которые его Унижали Вдруг в этот момент Они начали Все Петь Начали петь Ту песню Которую он пел И здесь Это просто Взорвало Этих страж Этих солдат Они не могли поверить Они смотрели По сторонам Почему люди Поют Ведь надо Плакать Надо паниковать Надо кричать Они Спокойно Поют И поет Вся зона Вот какое Влияние Одного человека Который в духе Поет Друзья Влияние Одного человека На всю тюрьму Которая поет Как хочется Чтобы сегодня Во время этих Трудностей Чтобы наш дух Пел так Чтобы это Влияло на остальных Влияло на остальных Чтобы остальные Запели И потом эти стражи Спросили У этого Дмитрия Который сидел В тюрьме Скажи нам Кто ты Who are you Кто ты Вот так друзья Должны люди Нас узнавать сегодня Должны узнавать нас По песням Которые мы поем По словам Которые исходят Из наших уст Потому что Мы люди Другой Породы Мы дети Божьи Мы дети Божьи Я призываю вас Друзья Готовиться 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 Духовно Вы скажете Ну что мне сделать Если я не могу Не переживать Как мне сделать Что мне сделать Чтобы мне Приготовиться У меня для тебя Есть ответ Если ты хочешь Духовно Приготовиться Хочешь не переживать Я тебе скажу По вечерам Выключай телефон Ты это сделаешь Я скажу Перестань Читать инстаграм Ты это сделаешь Скорее всего Нет Значит Наверное Вопрос был Неправильный Нам надо Признать Перестать Задавать вопросы Что мне делать И начни делать Хотя бы половину Из того Что ты знаешь Что делать И твоя жизнь Изменится Мы сегодня живем В такой век информации Что люди себя Оправдывают Они запутались Они сами не знают Что они попали В этот обман И самообольщение Мы ждем Проповедника Мы ждем решения Мы ждем Три пункта Мы ждем Ответа на вопрос Что мне делать Чтобы приготовиться Духовно Что мне делать Чтобы мне не переживать Тебе не надо Знать Новой информации Тебе нужно просто Исполнять То что ты знаешь Перестань спрашивать Перестань ожидать Проповедей Что делать Начни Просто делать То что ты знаешь Как делать Хотя бы половину Из того Начни делать И ты увидишь Как твоя жизнь Изменится